Девушки отдыхают Сейчас очень многие говорят, что люди, которые занимаются современным театром, вышли из профессионального гетто. Сценическая речь, ее культура, несомненно, часть этого гетто. Чем, с вашей точки зрения, отличается сценическая речь от просто речи? Какую-то простую, а может быть, и сложную формулу. Всем и ничем. Должно казаться, что она не отличается ничем. При том, что это должно казаться, уже говорит о том, что отличается всем. Потому что моя простая речь, обычная речь, ничем не должна казаться, если я в жизни не притворяюсь. И моя речь не должна казаться речью наивного человека, или речью уверенного в себе человека, или речью мастодонта, легенды и так далее. Мы часто, конечно, притворяемся. Если же я не притворяюсь дома, допустим, или где-то в какой-то обстановке, в буфете, то... Ну, она речь и речь. Она должна таковой казаться. То есть, по сути дела, она должна быть перезаряжена. Потому что заряд бытовой, житейской речи и заряд сценической речи абсолютно различны. Они полярны, по сути дела. Потому что у них разные назначения и разные происхождения, на самом деле. Моя житейская речь подсказана мне моим личным запасом слов, моим личным грамматическим строем, моим личным синтексисом, моими личными привычками. Здесь она, как хотите, она мне навязана. Она мне навязана тем, что текст не мой. Если это даже док, допустим, тем более, это не мой текст. Ну, никак не мой текст. Значит, я его должен сделать своим. В него внедрена воля режиссера. Если режиссеру не наплевать на то, что говорит артист и что выражает его речь. Она определена акустическими условиями. Вот мы, скажем, сегодня вечером, два слова, можно сказать, что вот Анатолий Белый придумал такую кинопоэзию, такой проект. То есть берет стихотворение, на него снимается клип с видеорядом, с музыкой и так далее. Потом он решил, что вот на культурном форуме он будет показывать свои клипы, а в качестве отражения артисты малого драматического театра будут читать стихи по-простому, просто так. Без видеоряда и без музыки, просто читать стихи. Вот мы вчера это попробовали, небезынтересно. И тут очень важно, кому что больше понравится или никому ничего не понравится. Но нам сказали, что будет зал на 100 мест. Мы к этому и готовились, акустически. Дыхание, сознание, аппаратура на 100 мест. Приходим. Там зал местный минимум на 600. Я говорю, а как? Она говорит, так нет, мы поставим 100 стульев в этот зал, и будет зал на 100 мест. Акубатура там гигантская. Значит, вот эта акустическая перестройка моментально изменяет и смыслы. Потому что, если я говорю, в огромном городе моем ночи вот так, а если это зал на 600 человек, но он не на 600 на самом деле, больше, я говорю, минимум 600, с гигантской кубатурой, я говорю это, я ничего не говорю таким образом. Открывают птичка рот или рыбка рот, но не слышно, что поет. А если это, я с этим выхожу на огромный ночной город, то уже меняется смысл, меняется интенция, меняется воздействие, меняется восприятие, меняется все. То есть, это пример того, что акустические условия тоже входят вот в этот заряд сценической речи. И предмет сценической речи в первую очередь должен иметь дело вот с этими вещами. Об этом, между прочим, писал Михаил Александрович Чехов. Вот, он говорил, начинают с конца, с того, куда тыкать языком, как держать губу, как поджимать жубок, как дуть на бумажку, чтобы она правильно выгибалась, разгибалась. А начинать нужно, для чего это нужно. То есть, тех вопросов, которые вы задаете, и на которые я пытаюсь ответить. Так вот, я пытаюсь начинать с этого. Прочитал я это у Чехова позже, чем стал пытаться начинать с этого. Но когда прочитал, конечно, очень обрадовался. У меня есть Додин, который всю жизнь так считает. И всю жизнь считает, что я начинаю не с того. То есть, что я начинаю с формалистики. И он говорит, ну да, формально все-таки. Ну да, могло бы быть не так формально. И я, ну мне это неприятно слышать, конечно, но я знаю априори, что он прав. Вообще, кто бы что бы ни сказал, что не так, я знаю, что человек априори прав. Потому что все равно не так, естественно. С этого краю, с того краю, в таком аспекте, в таком аспекте, по такому параметру, по такому параметру. Но что-то, конечно, не так. Ну просто, когда ты вкладываешь в это много работы, много усилий, много азарта, много влюбленности и так далее. И очень хочется, чтобы все было так. А что имеет Додин, когда он говорит формально? А вот то, о чем мы с вами говорили, недостаточно заряжено неповторимым, оригинальным, сиюминутно возникающим смыслом. Смысл ведь может быть вчерашний и позавчерашний. Человек знает теоретически, какой-то, то есть не теоретически, он пробовал в этом направлении, что-то играл, что-то читал, может быть, не знаю. Но он не возникает у него сегодня. Сегодня у него возникает, так или иначе, мышечная память этого смысла. Мышцы помнят, как себя вели губы, как себя вели мышцы век, как себя вели брови, как себя вело дыхание. Но это вызывается именно мышечной памятью, а не тем, что этот смысл возник прямо сейчас. Только что в эту секунду, снова, заново, в 482-й раз. Или в 9-й. Понимаете? Вот. Он это имеет в виду. И это, конечно, относится не только к моей работе. Он выходит на балкон. Хотя у него есть в кабинете монитор. Не смотрит никогда по монитору. Он выходит на балкон, потому что он воспринимает через зал, через дыхание залов. И, как правило, выходит со словами. Ужас какой. Ой, какой ужас. Так, ну это надо репетировать. И я вижу, что он сидит. А я-то часто смотрю, я не вижу ужаса. Или если вижу, то я понимаю, что, ну, есть вполне закономерная амортизация. Проходит время. Ну, притупляется острота восприятий, острота реакций, острота эмоционального отклика. Ну, притупляется. Ну, время же идёт. Вот. А он редко заходит. И это правильно очень делает. Потому что он долго-долго-долго не видел. Зашёл. Увидел, что притупилось. Ужас, ужас, ужас. Надо репетировать. И репетирует. Лучше от этого не становится. От того, что он репетирует. Становится хуже. Но на один раз. А вот дальше, со второго, третьего, четвёртого раза. Понимаешь, что это бомба замедленного действия. И вдруг вот это вот начинает, вот этот цветок раскрываться, раскрываться, раскрываться. И то, что он добивался на этой перерепетиции, на этом перерепетировании, постепенно всё-таки возникает. Слово, конечно, как было полководцем человечей силы, так и остаётся. Иначе не было бы такой борьбы с интернетом. Скажем, да? Если бы оно не было этим полководцем. Но всё-таки и интернет понимает, что для современного человека слово должно быть подкреплено изображением. Картинкой. Видео. Рядом. Иногда абсолютно противоречащим тому, что в слове. Но это не замечательно. Ну, контрапункт контрапунктом. Ну, просто под видом одного подсовывается другое. И всё равно надо сказать, что человек верит словам, а не изображению. Вам ли это не знать? То есть он верит комментарию, а не самой картинке. Он видит её так, как её комментируют. Ну, понятная история. Собственно, ваша профессия на этом основана. На комментариях и попытке вот такой коммуникации особого рода с человеком через особо организованное слово. Вот, когда вы говорите, что статичная вроде бы мизансцена, да, и поток слов, и поток слов, да, у нас много таких спектаклей действительно. Есть и другие, типа Гаудамуса, где этого нет. Но таких спектаклей много. Тут тебе и бесы, тут тебе и моли-суини, тут тебе и долгое путешествие в ночь, и в какой-то мере, может быть, три сестры, скажем, да. Даже вишнёвый сад, хотя в нём роль визуальности гораздо сильнее, чем в тех спектаклях, которые я назвал. Это всё-таки попытка доказать, что слово сильнее изображения. То есть человек убеждается в этом вдруг, что оказывается слово может с ним сделать что-то такое, что не может с ним сделать зрительное восприятие, что не может сделать зрительный анализатор. Что слово – это действительно какая-то особая сила, которая способна в нём пусть на короткое время что-то изменить. Но если вот я знал молодого человека, который 14 раз смотрел бесов от начала до конца, то есть, значит, вот эти 9 часов нужно помножить на 14, то я думаю, что, конечно, эти 14 просмотров не на короткое время что-то в нём изменили. Другое дело, что он был к этому каким-то образом предрасположен, да, и готов смотреть 14 раз. Надо сказать, что чаще всего люди идут первый раз на бесов и даже на братья и сёстры с мыслью о том, что они не досмотрят, не выдержат. Ну, просто вот на последних братьях и сёстрах мне говорила женщина, я была уверена, я же себя знаю, я 7 часов не выдержу в театре, я люблю театр, но не больше 3 часов. После 3 часов я перестаю понимать вообще что-либо. Я просидел на 7 часов, и чем дальше, тем становилось интереснее, и в результате не захотелось уходить, поэтому же так долго не отпускают артистов. Ну, братья и сёстры там тоже слово словом, но визуальный ряд очень впечатляющий. А вот в бесах, в тех спектаклях, о которых я сказал, да, вы правы, лавины слов, минимум визуальности, минимум движения, минимум экшена. И даже ведь и в Вишневом саде в первом акте тоже экшена. Можно я расскажу эпизодикой? У меня училась когда-то девочка очень талантливая из Новосибирска, Светлана Ефремова такая. Она уехала в начале 90-х годов в Америку в гувернантки поступать, а стала профессором Калифорнийского университета по департаменту драмы. И она сейчас в Москве, она очень умный и талантливый человек, она в Москве сейчас даёт мастер-классы часто, допустим, довольно. И вот когда были наши гастроли с Вишневым садом в Москве, она пришла на него, она в это время давала мастер-классы в школе Ингеборги и Добкунайте. Она посмотрела первые акты Вишневого сада и говорит, маленькая девочка, в Америке бы это не стали смотреть. Я говорю, почему? Она говорит, ну, экшен, нет экшена, нет экшена. Вот один есть артист, но есть экшен. Ну, есть то, что у остальных, русских, но экшен у него тоже есть. Я говорю, кто это? Лопахин. И вообще, понимаете, это не Майснер. Я говорю, а почему должен быть Майснер? Она говорит, ну, во всём мире сейчас Майснер, извините. Я преподаю по Майснеру. Это пользуется спросом, это норма. После второго действия, значит, я выхожу в сал, подходит ко мне Света Зарёвана. Не надо никакого экшена, не надо никакого Майснера, не надо. Я понимаю, что это минутка, потому что всё-таки зарабатывает она экшеном и Майснером. Вот это да, да, да. Будут смотреть в Америке. Будут, но если дотерпят до второго акта, она сказала. Так вот, голосоведение и речь не только как один из главных способов доставки художественной информации, но как тренировка мозга, который связан со связками. Таким образом, чтобы он через перенапряжение добивался такой свободы, чтобы нужная интонация возникала как бы сама по себе. Хотя, конечно, она тоже ищется. Но ищется, прежде всего, на руху голосоведения и речи. Что вам дал Додин и что дали Додину вы? Такой простой вопрос. Так, Додин мне дал... Ну... Понимаете, это длиннющий список кораблей. Я вам не прочту до середины, что мне дал Додин, дал очень много. Он дал мне оптику театральную и не только театральную. Он дал мне терпение, он меня закалил. Он меня, по сути дела, ввел в тот круг театральный, вне которого я бы оказался, если бы не Додин. Но это можно перечислять, перечислять, перечислять. Помимо вещей самых житейских, я ему дал только одно. Вот я не уверен, что... Спасибо мне за это. Но я ему дал интерес к слову. Более дикорна из юбилитии. Спасибо. 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 Спасибо.